Маша Трауб. Домоводство с Машей Трауб. Книги по домоводству раньше были в каждой семье. Хоть одна обязательно. В них рассказывалось, как удалять сложные пятна с платьев, как сшить блузку или юбку, как сварить варенье и заштопать дырку. Нередко чтение такой книги оказывалось заданием на лето в школе. И это было совсем не весело. А очень скучно. От схем вышивки и выкроек лично меня тут же клонило в сон. Все советы были очень полезными и нужными, но их не очень хотелось осваивать и применять в жизни. А освоение и применение тоже могли задать на лето. Учительница по труду, так тогда назывался предмет технологии, говорила, что без этих знаний нас никто замуж не возьмет, что считалось обязательной жизненной задачей для каждой девочки. Сейчас, конечно, в это сложно поверить, но мы действительно учились шить пододеяльники и наволочки, кроить ночные сорочки и юбки, смешивать раствор для мытья окон, чтобы нас взяли замуж, и мы бы считались хорошими хозяйками. Мне же всегда казалось, что домоводство — это не про обязанности и навыки выживания, а про уют и красоту в доме. Из всех видов рукоделия мне больше всего нравилось вязать крючком, особенно салфетки. Их вязали разных размеров, чтобы положить на телевизор. Они в те времена были не плоскими, а здоровенными, сверху еще вазу ставили. Или постелить на стол вместо скатерти. Крючком можно было связать цветок, пришить к нему резинку и получить украшение на косичку или хвостик. Не поверите, но я умею плести веник, тот самый, которым подметают пол, тот, который предок пылесоса. Раньше пылесосы были далеко не в каждой квартире. Считались очень дорогой покупкой, которую не всякая семья могла себе позволить. А веник в доме, тем более деревенском, был не один, а несколько. Тот, что помягче на длинной ручке, для сметания пыли со шкафов. Пожестче для ковров. Совсем маленький, убирать уголь или щепки от печки. Самый большой и лохматый, для подметания во дворе. Вместо моющих средств для мытья посуды использовали соду или вовсе песок, если речь шла о деревенском доме. А вместо мясорубки брали здоровенный нож-тесак. Им мелко рубили мясо, чтобы потом сделать котлеты. Вместо стиральной машинки была ванная. В неё набирали воду, насыпали порошок и замачивали бельё. А потом тёрли на специальной ребристой доске. Отжимали, снова набирали ванну с чистой водой. Полоскать требовалось непременно в трёх водах, то есть трижды менять воду в ванной. Современные девочки не умеют выжимать бельё. Да и, наверное, это хорошо. Свою дочь Серафиму, Симу, как мы её называем дома, я этому научила, но лишь потому, что для неё это выглядело удивительно, забавно, как игра, причём смешная. Мы все мокрые с головой до ног, тянем друг на друга под одеяльник и хохочем. Всё отжималось вручную. И под одеяльники, и простыни, и даже одеяло. Это очень тяжело. И на самом деле я рада, что изобретена сушилка для белья. А ещё в каждом доме, в каждой квартире, в одном из ящиков на кухне обязательно хранились свечи. Свет часто выключался не только в деревенских домах, но и в городских квартирах, так что вечера проходили при свечах. Я тоже храню несколько свечей, сделанных Симой вручную, из восковых пластин и из обычного воска, который нужно заливать в формы. К счастью, нам не приходится их жечь. Я могу ещё что-нибудь рассказать из своего прошлого, но лучше проведу вам экскурсию по своему дому. В нём многое сделано своими руками. Есть вещи, которые хранят память о тех временах, когда я сама была маленькой девочкой. Возможно, вам что-то захочется повторить, какая-то идея понравится, и вы придумаете что-то своё. Ведь каждый дом уникален, в каждом свой уют, свои краски и дорогие сердцу вещи. Храните их. В этих мелочах заключается семейная память и любовь, которая согревает дом. Часть первая. Необычайное путешествие по обычной квартире. Экскурсию я начну с ванной. Надо ведь обязательно сначала помыть руки. Что это, как вы думаете? Сетка, да. Очень похоже на рыболовную. Согласна. Нет, ею рыбу точно не ловят. Разве что игрушки из ванной. Забросишь, как невод, и вытаскиваешь сразу все. Я вытаскивала так резиновых утят, рыбок, куколок, а заодно пересказывала своим детям сказку Пушкина про рыбака и рыбку. Очень удобно. Уборка превращается в игру. Если в вашем доме есть малыши, попробуйте не убирать игрушки, а вылавливать. Тогда ванна точно быстрее освободится для остальных членов семьи. Мои сетки на самом деле мочалки. Обычные мочалки, которые можно намылить гелем или мылом. Эти мочалки я привезла из прекрасного грузинского города Батуми. Там такие продаются на каждом шагу. И они до сих пор есть во многих квартирах. У бабушек так уж точно. Еще совсем недавно, каких-то 30 лет назад, никто и не подозревал, что мочалки могут быть в виде зайчиков и рукавичек. Никто представить себе не мог, что мочалки могут быть какими-то особенными, жесткими и мягкими, смешными и пушистыми, разных форм и размеров. Мочалки были такие, как у меня, сделанные вручную, покрашенные для красоты домашними красителями, луком, свеклой. И эти мочалки-сетки отмывали любую грязь. Набегаешься на улице, прибежишь домой, и мама сразу отправляет в ванную. Только такой мочалкой можно отмыть засохшую на ногах глину, прилипший к спине песок. Моя подруга рассказывала, что ее мама раз в неделю обязательно устраивала ей мытье мочалкой, растирала до красноты. Сейчас бы это назвали пилингом. А тогда просто нужно было отмыть ребенка. У меня они лежат в качестве украшения, но каждый раз, когда я на них смотрю, мне становится тепло и хорошо. Я вспоминаю море. Да и, если честно, иногда я ими тоже пользуюсь. Мозаика. Эти квадратики приклеивала Сима. Она нежная, трепетная, но в то же время очень разумная, экономная, как сказали бы раньше, рачительная хозяйка. Она ничего не выбрасывает, хранит ниточки, камушки, ленточки, коробочки, которые превращаются в удивительные шкатулки, украшения, узоры и орнаменты. Многие вещи в доме сделаны ее руками, и она их придумала, а мне оставалось лишь воплотить замысел. Мозаика осталась после ремонта в ванной комнате, и ее хотелось как-то использовать. Сима придумала приклеить мозаичные ромбики. Когда мы вернемся в коридор, напомните мне про мозаику, а вот ракушки все настоящие, собранные на разных пляжах, где мы оказывались в разные годы. Эту скамеечку очень любят маленькие дети, которые приходят к нам в гости. Ее придумала Сима. Она была маленькой и не дотягивалась до крана, чтобы помыть ручки. Сколько детей после нее вскарабкивались на эту скамейку, а потом садились на пол и рассматривали узоры, обводили бабочек пальцем, будто рисуя. Скамеечка оказалась очень ценной. Когда я на нее смотрю, вспоминаю всех малышей, которые на нее вставали, потом уже сами пододвигали, а затем вырастали так, что она становилась им не нужна. Стоит мне собраться вынести скамейку из ванной, как в доме тут же появляется малышня. Скамеечка стала символом нашей ванной. И даже те дети, которые категорически отказываются мыть руки, тут же соглашаются, увидев эту скамейку. Она и вправду волшебная. Узоры, стрекозы и цветки водяных лилий, нарисованные клеевым пистолетом, а покрашены обычным лаком для ногтей. Сима их и красила. Ей нравились маленькая кисточка и маленький флакончик. А скамеечку улитку дочь изготовила специально для себя. Когда Сима делает уроки, ей удобнее ставить ноги на какое-то возвышение. И она попросила заказать невысокую скамеечку. Я заказала. Скамеечка приехала разобранная до последней доски, так что пришлось ее сколачивать. Когда мы собрали и сколотили заказанную скамейку, она выглядела очень тоскливо. Стояла такая бедная и несчастная. Сима ее сначала покрасила в зеленый цвет свой любимый, но табуретка все равно выглядела немного обреченной. Это не наша идея, но огромная благодарность той мастерице, которая придумала делать из скамеек животных. Так на скамейке Сима нарисовала панцирь улитки, бабочек и ромашки, а голову улитки сшила из ткани. Глазки приклеила, они продаются во всех рукодельных магазинах. Так что у нас появилась скамейка улитка. Она стоит под столом, ее никто не видит. Но Сима делает уроки, зная, что под столом стоит Дуся. Так зовут улитку-скамейку. И когда нужно успокоить малышей, например, усадить их рисовать, на помощь всегда приходит Дуся. Мы ее достаем, усаживаем на нее ребенка и все. Полчаса тишины и спокойствия нам обеспечены. Кстати, на 8 марта я нам Сима всегда заказываю в подарок инструменты. Клеевой пистолет, молоток с удобной ручкой, дрель, пилу, топор, а еще гвозди и шурупы разные. Никогда не знаешь, что пригодится для домоводства. Ну что, пойдемте? Вы же знаете, что ни в коем случае нельзя говорить «пошлите», только пойдемте. На кухню пить кофе. Гостей всегда сначала ведут на кухню. Накормить, напоить. Экскурсия на голодный желудок никому не покажется увлекательной.